Всем привет! Сегодня поговорим о событиях, которые происходят вокруг нас. Напряжение в мире растет. Недавно Россия решила приостановить участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Эта новость встревожила весь мир, так как в этом документе речь идет именно о ядерном оружии. Правда, здесь очень много нюансов, которые мы в этом выпуске и обсудим. Поехали! На днях президент России Владимир Путин выступал с посланием Федеральному собранию. Ожидаемая его речь была посвящена центральной теме – конфликту в Украине. Принципиально новые тезисы не прозвучали, но главной новостью стало как раз решение приостановить свое участие в договоре об СНВ. При этом Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не полном выходе из договора. Также он поручил Министерству обороны и Росатому быть готовыми к ядерным испытаниям. Но тоже с оговоркой, что испытания будут проведены только в том случае, если это первыми сделают США. Для начала давайте поймем, что это за договор. Последняя версия этого документа была подписана между США и Россией в 2010 году, а в 2021 его продлили еще на 5 лет. Согласно договоренностям, стороны обязывались ограничить число ядерных боеголовов, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков. Иными словами, речь шла о заморозке гонки вооружений, которая достигла пика во времена Холодной войны. Нужно понимать, что это решение не стало большой неожиданностью. Во-первых, в сентябре прошлого года Путин уже говорил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия готова использовать все имеющиеся средства. Конечно, имелось в виду и ядерное оружие. Во-вторых, взаимные претензии и обвинения в несоблюдении договора начались давно. Стороны неоднократно заявляли о срывах инспекций на ядерных объектах. Кроме того, были и другие договоренности касательно вооружения. И некоторые из них также перестали действовать. Например, в 2019 году США и Россия разорвали договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Годом позже стороны вышли из договора по открытому небу, который разрешал свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов. В общем, это противостояние длится уже давно. И началось оно задолго до конфликта в Украине. Конечно, все это пока еще напоминает бряться не оружием. И есть ощущение, что страны ограничатся политическими инструментами давления. И никто не планирует переходить к активным боевым действиям. Потому что реальное применение ядерного оружия в нынешних условиях – это безумие. Такой шаг будет означать начало глобальной открытой войны. Масштаб которой сейчас даже сложно будет предугадать. И все-таки нужно понимать, что если речь идет о противостоянии России и США в контексте ядерного вооружения, то это все равно достаточно серьезно. Мы уже как-то упоминали так называемый ядерный клуб, в который входят страны, обладающие ядерным вооружением. При этом США и Россия – безусловные лидеры этого клуба, так как каждая из стран имеет около 6 тысяч ядерных боеголовок. Для сравнения, Китай – третья страна в списке, имеет всего 350 боеголовок. Несмотря на то, что в мире давно пропагандируется идея разоружения, фактически этого не происходит. В ООН приводили данные, что за последние два года количество ядерных боеголовок хоть и снизилось, но только количественно, а не качественно. Уменьшение арсенала объясняется не разоружением, а списанием устаревшей техники. Фактически же число активных боеголовок не изменилось. При этом основным документом в вопросе ядерной безопасности является договор о нераспространении ядерного оружия. Он вступил в силу полвека назад, и Россия является его участником в качестве правоприемника СССР. Этот международный акт устанавливает преграды для расширения числа стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечивает контроль за выполнением обязательств, то есть всячески ограничивает возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. В то же время договор поощряет использование энергии мирного атома. В нынешних условиях особенно интересен отдельный пункт этого документа. Он звучит так. Каждое государство, обладающее ядерным оружием, обязуется не передавать его другим странам. И обратная ситуация. Каждое государство, не обладающее ядерным оружием, обязуется не принимать его у других стран. Почему это важно? Во время выступления перед федеральным собранием Путин заявил, что Украина пыталась получить ядерное оружие до начала спецоперации. И хотя бы в теории международные нормы такие действия запрещают. Что касается испытаний ядерного арсенала, то и здесь есть документы, которые регулируют этот процесс. В 1996 году был заключен договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он касается экспериментов на Земле, под водой и даже в космосе. Правда, тут есть нюансы. Договор подписали 185 государств. Но для того, чтобы он в полной мере вступил в силу, нужно, чтобы его ратифицировали еще несколько ключевых стран. Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, Северная Корея, Пакистан и США. Получается, что формально этот договор пока не запрещает ядерные испытания. Тем не менее, официально с 1996 года крупные ядерные взрывы, в том числе тестовые, в мире практически не проводились. Практически, потому что Северная Корея открыто заявляет о том, что испытывает ядерное оружие. Всего там было проведено 6 взрывов. Последний в 2017 году. И даже несмотря на это, до последнего времени мировое сообщество чувствовало себя в относительной безопасности. Ситуация меняется, но в противовес всем опасениям можно поставить тот факт, что Россия не вышла из договора об ограничении ядерного вооружения полностью. Это означает, что, скорее всего, подобное заявление было политическим инструментом давления на Запад. А не начало реальной гонки вооружений. Это подтвердил и российский МИД, который выпустил заявление о том, что Россия продолжит соблюдать предусмотренные договором ограничения. Более того, страна готова возобновить сотрудничество по этому документу, если США, цитата, предпримут усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора. Что это значит, пока не очень понятно. Но и в США сразу же отметили, что готовы к обсуждению с Россией этих вопросов, вне зависимости от того, как развиваются отношения между странами и какие события происходят в мире. И здесь логичный вопрос. Касается ли это как-нибудь Казахстана? Не будем забывать, что исторически наша страна является одним из инициаторов ядерного разоружения. 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский полигон. И это стало ключевым событием, потому что следом закрылись и другие полигоны по всему миру. Мораторий на испытания объявили Россия, США и Китай. И это стало основой для подписания того самого договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который мы уже упоминали. Поэтому Генеральная ассамблея ООН объявила 29 августа международным днем действий против ядерных испытаний. Также нужно помнить, что тогда же Казахстан добровольно отказался от четвертого по мощности ядерного арсенала, который достался ему по наследству и с тех пор постоянно выступает за ядерное разоружение. Для Казахстана эта тема особенно болезненна. Около полутора миллионов человек в нашей стране пострадали или до сих пор страдают от болезней, связанных с ядерным испытанием на Семипалатинском полигоне. Президент Казахстана Касамжумар Тухаев неоднократно высказывал озабоченность тем, что на фоне растущей напряженности участники конфликта все чаще стали говорить об оружии массового поражения. Вот что он говорил осенью прошлого года во время встречи с главами иностранных дипломатических миссий. Цитата. Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия. Кроме того, в прошлом году министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлюберде написал статью, в которой озвучил призыв всем государствам, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к 100-летнему юбилею ООН. Конечно, в нынешних условиях подобные планы кажутся чем-то трудновыполнимым, так как сейчас логика членов ядерного клуба обратная. Каждая страна хочет нарастить вооружение для обеспечения собственной безопасности. Ядерное оружие создается с надеждой на то, что никогда не возникнет необходимости в его применении. С другой стороны, это создает патовую напряженную ситуацию, схожую с мексиканской дуэлью в кино, где тот, кто стреляет первым, оказывается застреленным сам. Вот так и мировые державы целятся друг в друга, но не торопятся открывать огонь первыми. Как уже много раз говорилось, в ядерной войне не может быть победителей. Главный вывод по нынешней ситуации в том, что пока все эти события не призывают напрямую к реальным действиям и открытому вооруженному конфликту между Россией и Западом. Продолжается информационная война, в которой страны пытаются оказать давление на оппонентов путем громких заявлений и политических решений. Но мы понимаем, что даже такое противостояние может негативно сказаться и на нас. Санкционные войны стали одной из причин резкого роста инфляции в Казахстане. По прогнозам, мы подходим к ее пику, и скоро цены должны пойти вниз. Правда, этого может не случиться. Издание The Wall Street Journal сообщило, что США готовятся ввести новый пакет санкций. Он коснется 200 физических и юридических лиц. Прежде всего, политиков и их семей. Но также ограничения коснутся предприятий военно-промышленного комплекса, технологических компаний и сетей, задействованных в уклонении от санкций. Что подразумевается под последним пунктом, и не коснется ли он торговых отношений, пока неизвестно. В свою очередь, Россия также может ответить санкциями. Причем, российский МИД уже выступил с заявлением, что ответ будет несимметричным, но сильным и чувствительным. Все это должно быть озвучено в ближайшее время. Тогда мы и сможем обсудить вопрос более предметно. Все-таки, прямо сейчас тема санкций для Казахстана гораздо более важная, чем ядерная угроза. Как мы выяснили, она хоть и заметно выросла, но продолжает быть гипотетической. Напишите, что думаете по этому поводу и не забудьте подписаться на канал. А у нас на этом все. Встретимся через неделю. Пока! Продолжение следует...